Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию практики Отец-Абсолют, Марта, окно в новый мир, лучи безусловной любви. Читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим о том, как вам научиться постоянно жить в энергии безусловной любви, что сформирует ваше новое сознание четвертого измерения и избавит от подсознательных реакций трехмерного мира. Как вы уже поняли из моих предыдущих посланий, даже таким сакральным понятием, как безусловная любовь, умело манипулируют те, для кого эта энергия представляет реальную опасность. Мы с вами уже много говорили о том, что для всех низковибрационных существ, воплощенных в человеческих телах, главным источником питания является энергия низких вибраций. Поэтому и пытаются они провоцировать людей на все виды негативных эмоций. Но теперь, когда вы это не просто осознаете, но и наблюдаете, как на собственном опыте, так и на опыте своих близких, друзей и знакомых, пришло время прекратить подпитывать этих существ их привычной пищей. И для этого вам нужно не только окружить себя самого этой всемогущей и самой высоковибрационной энергией во Вселенной, но и постараться распространить ее на максимальное расстояние вокруг себя. Для этой цели вам давалось уже немало практик. Но сейчас мы с вами подошли к новому рубежу работы с этой энергией, поскольку в последние месяцы заметно возросли не только вибрации с Земли, но и ваши собственные, что многие из вас уже почувствовали, то и воздействие новых энергий на рептилоидов и иже с ними усилилось многократно. Именно поэтому усилился хаос в политической, финансовой, экономической и социальной жизни практически во всех странах и на всех континентах. С энергетической точки зрения объясняется это очень просто. Чем выше вибрации Земли и людей, тем большую опасность представляют они для правящей верхушки и их марионеток, которые буквально задыхаются в этой божественной чистоте. Поэтому сейчас, мои дорогие, вам предстоит стать надежными якорями, удерживающими энергию безусловной любви на Земле, чтобы не позволить завоевателям вашей планеты ее распылить путем запугивания людей, устрашающей информацией для всех. Начните с того, чтобы не поддерживать разговоры на темы, вызывающие у людей негативные эмоции. Всегда находите что-то положительное, которое всегда присутствует в вашей жизни и акцентируйте внимание только на этом, тем самым не впуская в свое энергетическое пространство информацию, несущую в себе низкие вибрации и защищая от этого окружающих вас людей. А еще я хочу предложить вам не сложную, но очень эффективную практику, которую мы назовем лучи безусловной любви. Для этого призовите вселенскую энергию безусловной любви и попросите ее максимально активировать ваш кристалл любви. Почувствуйте, как он постепенно разгорается, словно поднимающийся из-за горизонта солнца. Каждый его луч несет в себе заряд любви необыкновенной силы. Он способен согреть собою все чистые человеческие души, встречающиеся на вашем пути, тем самым максимально повышая их вибрации. Но также это солнце может испепелить в своих лучах всю черноту, все низкие энергии, генерируемые низковибрационными существами, несущими людям боль и страдания. И пусть ваш кристалл любви превратится отныне в негасимый источник вселенской энергии безусловной любви, питающей чистые человеческие души и изгоняющей с вашей планеты все темное и отжившее. Старайтесь поддерживать этот пылающий божественный огонь в своей груди, не давая ему погаснуть. Станьте самой этой любовью, что выведет вас уже на другой уровень существования, позволив прочно закрепиться в пространстве четвертого измерения и начать уверенное продвижение дальше в мир пятого измерения. И я благословляю вас на это, любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Приняло марта, вы послушали тему «Лучи безусловной любви». Субтитры создавал DimaTorzok